Судя по цифрам, коронавирус продолжает наступать, растет количество госпитализаций, ну и, похоже, масочный режим возвращается в нашу жизнь. К примеру, Бурятия уже объявила его обязательным, а регионам, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения, Роспотребнадзор рекомендовал использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах. Актуальны ли требования для Тюменской области? Статистику сегодня изучила Мария Рянина. Она уже присоединяется к эфиру. Маша, привет. Что о ситуации говорят эксперты и стоит ли в ближайшее время ждать возвращения других ограничений? Аня, привет. Да, все верно. Бурятия первой вернула обязательный масочный режим. Власти региона сообщают, что в республике за прошедшую неделю выявили более 1200 больных коронавирусом. На Алтае заболеваемость выросла на 20%, что также заставило местные власти вернуть особый режим. Растет заболеваемость в Московской области и Санкт-Петербурге. Там прирост самый большой – порядка 60%. В Тюменской области активный рост заболеваемости наблюдается с середины июля, что на две недели позже, чем по всей стране. Если ранее цифры в нашем регионе были в коридоре 6-9 положительных тестов в сутки, то уже 18 июля показатель превысил 40 новых случаев. 29-го перевалил за сотню. Еще через две недели зафиксировано почти 500 ковидоположительных пациентов за сутки. Таким образом, за две последние недели заболеваемость коронавирусом в области увеличилась почти в четыре раза. Но последний смертельный случай был зарегистрирован 30 июля. В медицинских и социальных учреждениях региона масочный режим уже введен. Специалисты настоятельно рекомендуют его соблюдать, так как маска в два раза снижает риск заражения. Правда, ее нужно правильно выбирать и носить. Если вы используете маски со стразами, с различными надписями, с зубами, они вас ни от чего и никогда не защищают. Маски должны быть, ну, по крайней мере, сертифицированы. Они должны быть медицинские маски, потому что вот даже те простые медицинские маски, которые мы видим везде, беленькие такие, голубенькие, они еще, помимо того, что обладают барьерной функцией, у них еще есть определенная пропитка, которая нейтрализует частицы вируса. Специалисты также отмечают, что новой волны коронавируса не избежать. Она нахлынет примерно в сентябре-октябре. Печально, что на сегодня, как по всей России, так и в нашем регионе, крайне низкий популяционный иммунитет. По данным прошлой недели, он составил всего 6%. Единственный способ предотвратить заболевание, или, по крайней мере, если вы заболеете, то только в легкой форме, без каких-либо осложнений и летальных исходов, это вакцинация. Он безопасен, он специфичный, он чувствительный. И выработка происходит иммунитета от наших вакцин достаточно мощная, серьезная, в том числе и от новых штаммов этой новой коронавирусной инфекции, которые у нас появляются практически каждые 2-3 месяца. И очень кстати, что недавно Минздрав России продлил срок годности вакцины «Спутник Ви». Если раньше он составлял 6 месяцев, то теперь увеличен до года. Возможность более длительного срока действия вакцины подтвердила дополнительная экспертиза. Когда регистрировали «Спутник Ви», его регистрировали максимально быстро. Чтобы гарантировать, что вакцина работает через полгода, нужно вакцину было заморозить, и через полгода разморозить, и заколоть ее животным, и заколоть ее добровольцам, и показать, что она эффективна, что она работает в тех же самых концентрациях. Понимаете? Чтобы показать, что вакцина работает в течение года, нужно сделать то же самое в течение года. Специалисты продолжают работать и над новыми препаратами. Так, например, ученые из Тюменского государственного университета совместно с коллегами из Казахстана разработали химическое соединение, способное остановить размножение вируса, вызывающего ковид-19. Работа длилась больше полугода. Специалисты исследовали несколько новых веществ, и одно из них привлекло внимание. Когда мы его синтезировали первый раз, изучили его структуру, исследовали, он оказался очень близким аналогом природных интегростатинов. Они паразитируют на зернах кофе, и после их выделения, их выделили лет 20 назад, они показали очень высокую активность именно антивич. Поэтому у нас и возник такой интерес и предположение, что наш синтетический аналог будет показывать тоже достаточно хорошую противовирусную активность. Правда, чтобы разработать лекарства с этим соединением, понадобится несколько лет. А пока остается пользоваться доступными средствами, беречь себя и близких.